Прокачать пресс, отжаться от пола и прыгнуть в длину для Натальи Керимовой труда не составляет. Она учитель физкультуры в Самарской школе. Сама сдает нормы ГТО на золотой значок и ее ученики тоже. В майские праздники традициям изменять не стала. Утро встретила пробежкой по набережной. Заодно проверила свои силы в сдаче физкультурных нормативов. Это интересно, особенно детям очень нравится. Это прям у них какой прям идет настрой, соревнования, идет борьба между ними. И, соответственно, это очень круто. Я только за. Подруга Натальи Керимовой тоже голосует за здоровый образ жизни. Анна Шубина ни в чем ей не уступает. В выходной день решила посвятить спорту. В основном бегаю, физкультурой занимаюсь, иногда йогой на ковриках. Очень мне нравится у нас. И мне кажется, что это здорово, что у нас есть такая возможность в городе для жителей заниматься на улице. Не отстают от молодежи и пенсионеры. Они предпочитают модную скандинавскую ходьбу. Два-три круга по набережной для них норма, а старики-физкультурники готовятся к чемпионату области. Соревнования пройдут на лыжной базе «Чайка» 30 мая. Люди понимают, что необязательно летом бросать лыжи. Можно продолжить этот прекрасный вид движения, использовать палки и получать почти ту же эффективность, что и зимой. Получать такое же удовольствие. Ну и готовиться к лыжному сезону, и к тому же находиться в форме. Да вообще чувствовать много удовольствия от такого движения. Кто не проспал праздничное майское утро, мог познакомиться с десятком разных видов спорта. Как классических, так и экзотических. Начиная от настольных игр типа хоккей и футбола, заканчивая мини-гольфом. Помог самарцам и гостям зарядиться отличным настроением городской департамент спорта. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.